Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И вчера, сегодня мы выходим, пятницу, 22-го числа, 21-го марта открылся форум. В очередной раз, четвертый раз проводится форум здорового питания с участием многих-многих сил. Это и представители образовательных учреждений, это и представители системы здравоохранения, это и научная общественность, и, конечно же, это поставщики местной продукции. Не секрет, что практически все страны мира, у них есть свое, скажем так, консолидированное мнение по поводу того, каким должно быть здоровое питание, что немаловажно, для детей. Подрастающее поколение, здоровое подрастающее поколение, это вопрос очень и очень серьезный. И консолидацию этого факта у нас в стране поддержали 49 регионов, это то, что касается, по крайней мере, школьного молока. Программа, которая нашумела, многие могли видеть в ютубе ролики, в которых факт того, что дети младшего школьного, школьного возраста получают в день определенное количество молока, чуть ли не в принудительном порядке, да, это очень положительно сказывается на всем, начиная от здоровья, самочувствия детей, заканчивая успеваемостью. И сегодня я очень рад представить широкую такую аудиторию, очень авторитетную, компетентную, которая занимается у нас в республике как раз вот этим вопросом. Прежде всего, я хотел бы апеллировать к Ульяне Михайловне Лебедевой, главный диетолог, главный диетолог Минздрава Республики. Давайте мы начнем вообще с таких теоретических моментов. Ульяна Михайловна, вот у нас говорят там мало кальция, очень многие. Эти постулаты мы знаем все, то есть, будучи родителем, ходишь, когда по программе День здорового ребенка в поликлинику, очень много информации дают там. Но никто не говорит же, что давайте вы покупаете там милку там или что-то типа такого, нестажин и прочее подобное. Вот давайте в этом отношении, какие у нас могут быть плюсы использования местной продукции? Ну, здравствуйте. Во-первых, есть понятие принципов рационального питания, здорового питания. Вот по этим принципам мы должны придерживаться. И эти принципы, они делятся на возрастные категории, и в том числе, вот по нашей затрагиваемой теме, по теме школьного, дошкольного питания. У детей в педиатрической практике есть, ну, для детской практики, да, есть особенные вот возрасты. Это для дошкольного возраста с года до трех, с четырех до семи, с семи до десяти и с одиннадцати до восемнадцати лет. И в зависимости от этих возрастов, да, нормируются объемы, объемы в том числе питания, да. И вот эти нормы, они российские нормы. И вот к этим российским нормам мы, специалисты, ну, в области питания, которые занимаются на нашей территории, определяем с учетом того, что там поизучалось много, да, и вот к ним добавляем еще 10-15% энергоценности и по 10-15% по дотации пищевым веществам, да, в том числе и по кальцийу и фосфору, которые являются основными поставщиками от школьного молока или молочных продуктов. Вот, и вот эти нормы, они закладываются в разные нормативные документы и в том числе рационы, которые как раз мы предоставляем, должны предложить каждому возрасту детей. Вот, и на сегодняшний день вот такие разработки мы сделали, да, это такие, ну, очень большие разработки, которые впервые вышли на нашей территории. Это единое меню, да, для дошкольных учреждений 20-дневные, для школьных учреждений тоже 20-дневные, горячие завтраки и обеды, и для круглосуточных оздоровительных центров и летних лагерей 21-дневные меню, которые вот на той неделе согласовали с управлением Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия. Вот, и это методика, да, какое питание должно быть у детей, которые обучаются в образовательных организациях, да, в соответствии всех требований, в том числе СанПИНА, да. И вот, и мы вот к этой методике должны подтянуться, потому что вот по-разному, вот в разных, на разных территориях, в разных улусах, да, в деревнях по-разному кормят. И поэтому для того, чтобы у нас был единый подход, ну, концептуальный подход к этому, к этой организации питания, дошкольного-школьного питания, обязательно должен быть единый документ, которым мы должны все, ну... Унифицироваться, скажем. Да, 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 привлекаться. Лена Михайловна, а вообще, да и все остальные, вам не кажется странным, что у нас испокон веков, да, преобладание молочной продукции, оно, ну, зафиксировано всеми, скажем так, как историческими фактами, да, то есть Серышевский писал, до этого писали, там, чуть ли не Беринг писал, сами мы, скажем так, в честь, ну, молочной же продукции, по крайней мере, устраиваются главные праздники и прочее. И последнее время, особенно вот, я не говорю про советское, в советское время только молочкой спасали, походу, да, в последнее время идет такая подмена, определенная подмена понятий, вроде бы мы потребляем молоко, но молоко ли это на самом деле? Я имею в виду вот привозную продукцию и так далее. Вот давайте вот состав, если вот этой продукции, если проанализировать, насколько оно, скажем, отличается от того, что ели наши предки? Ну, это технологические процессы, да, есть основные продукты, вот молоко, молочные продукты, они относятся вообще к основным продуктам. И человек, он, вот эти продукты должен потреблять ежедневно, да, и для этого есть тоже нормы, сколько он должен потреблять. И если, например, сравнивать вот по привозным, по местной продукции, естественно, конечно, чем натуральнее продукт, тем лучше, потому что состав, он идет уже такой готовый, да, и поэтому, для того, чтобы этот натуральный продукт сохранился, потому что молоко, молочные продукты, они скоропортящие же продукты, и поэтому для того, чтобы сохранился на таком, вот до потребителя, в технологическом процессе, да, ну, добавляются разные, вот, присадки, да, 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 и поэтому, естественно, он немножко отдаляется от натуральности, и потому для того, чтобы понимать, вот человек потребляет безопасный, качественный продукт, да, он должен быть, конечно, вот минимизирован от производителя к потребителю. Немножко Василий тут патруляет, наверное, это еще обеспечивается, скажем так, меньшим количеством технологических ступенек, да? Ну да, по идее, чем натуральное молоко, тем больше вне полезности. Мы, удлиняя сроки хранения молока, тем самым, на самом деле, убиваем его полезность. При ультрапастеризации, при стерилизации, это технологии, которые имеют температурное воздействие, при этом часть полезных бактерий, там, часть полезных этих элементов, которые имеются в молоке, они теряются, конечно. Тут я бы хотел еще на предыдущий вопрос добавить то, что на самом-то деле, вот мы, допустим, по животным, даже вот каждое сельскохозяйственное животное, исходя из места обитания, мы делаем анализ крови и выделяем, допустим, те элементы, микроэлементы, которых не хватает им. И при разработке рецептурками кормов, там, или кормлении этого животного, да, мы добавляем эти микроэлементы для того, чтобы оно чувствовало себя в полной мере, получало все микроэлементы и организм работал в полной мере. Вот то же самое мы примерно должны и делать, по идее, для наших детей, да, для нашего населения, потому что климатические условия от Краснодарского края, допустим, Якутии, очень сильно отличаются, соответственно, и рацион питания должен быть совершенно другим. Поэтому в этом отношении также и можно привести, как закон биологии, то, что нам исторически, климатически, природно предположено то, что мы должны потреблять ту продукцию, которая произрастает здесь, в местной фауне, да. На самом деле, самое благоприятное и самое полезное для нас молоко, это, наверное, молоко якутской коровы. Но, правда, их у нас очень мало. Парное, парное. Парное, да. И в любом случае, это, я думаю, что, ну, никем не будет оспариваться, поэтому мы именно в этом отношении должны идти то, что должны больше потреблять местную продукцию. Местная продукция, можно сказать, не только в части Якутии, да, но по всей Российской Федерации, все, что делается из натурального сырья, оно не может быть априори дешевым. Это мы понимаем тоже. И в этой части у нас очень большая проблема получается в части обеспечения наших государственных и бюджетных учреждений. Василий, хорошо. Постулат мы поняли, да. То есть, а что скажет Роспотребнадзор? Соответствуют ли, скажем так, те местные производители? Мы понимаем, что в каком государстве живем, да? У нас стандартизация, унификация. То, что ранее Ульяна Михайловна сказала про единые примерные меню, которые нами разработаны совместно, вот Ульяна Михайловна разработала, мы согласовали. Это меню, оно разрабатывалось в течение года, да? Ну, экспертизу проходило, плюсы-минусы корректировались. И в этом меню есть местная наша традиционная, наша национальная составляющая. И то, что молоко у нас должно быть, и мясо, и белорыбеца, и то, что не просто вот рыба, да, а именно чир, муксун, якутская рыба. Поэтому в части местной продукции мы, конечно, Роспотребнадзор за традиционное, за местную продукцию, которая является свежей продукцией, натуральной продукцией. И в целом, если говорить о привозной продукции, о котором вот ранее говорили, да, о привозном молоке, есть, конечно, у нас на территории Российской Федерации, ну, такие бессовестные производители, которые фальсифицируют молочные продукты, масло в основном фальсифицируют, сыры фальсифицируют, и заменяют натуральные животные жиры растительными, то есть пальмовым маслом. Поэтому на сегодняшний день нами такая работа в целях пресечения, вот поступления данной продукции, тем более на вот детские организованные коллективы для школьного питания, эта работа ведется. Ведется? Да. Неустанно, не приживаясь, не нают? В постоянном режиме. Спасибо. А я насчет вот просто ценовую, давайте, мы тут рассидели с вами, да, и сравнивали цены пакетика вот 200-граммового местного производства, вот детский молочный комбинат, да, который у нас, я не говорю, что простаивает, он выпускает продукцию, да, но еще пока малоизвестен. Вот детское молоко и привозное молоко, давайте вот сравним цены. Именно в части детского молока тут получается, вот, все знают, что у нас есть завод по производству логокрасочных материалов в Беге, да, вот у него система такая, зачем мы оттуда возим воду, когда мы можем привезти порошок, здесь с нашей водой размешать и получим краску. То же самое примерно у нас механизм получается и по детскому молоку. Почему мы оттуда будем везти молоко, когда оно там делается из порошка, смешивается с водой, когда мы можем это сделать здесь, и у нас будет дешевле. Стоп, секунду, сразу после рекламной паузы мы вернемся к вопросу, на сколько процентов из воды состоит то молоко, которое мы привозим откуда-то, с Амурской области. Реклама прямо сейчас. Мы сегодня говорим о здоровом питании для школьников, для наших детей. И сегодня в студии собрались те, кому эта проблема не безразлична. Это и местные производители, это и надзорные органы, и образовательные учреждения. Местные производители. Вот мы остановились на вопросе заместителя, руководителя ведомства нашего сельскохозяйственного. У нас, на чем мы остановились? На том, что 90% той продукции, которую мы привозим, будь то это, не знаю, в имбельдам или кто угодно, оно состоит из воды. Мы платим за воду. Да, получается, мы около 90% из одного килограмма молока, можно говоря, получается вода. И только 10% составляет молочный концентрат, молочный порошок, из которого производится это молоко. У нас своя вода не очень плохая, да, поэтому у нас имеется на заводе скважина, которая отвечает всем современным стандартам. Мы проводим и умягчение воды, и очистку, и минерализацию, для того, чтобы потом смешивать и делать молочный продукт, ну, молоко, да, для детского питания, но очень высокого качества. Стоп! У нас что получается, вот это ДНК, который мы сегодня рассматриваем, продукцию которую в том числе, да, с сопоставлением, мы говорим о плюсах местной продукции, говорим, что там технологических циклов меньше и так далее, но оказывается, по факту это тоже порошок, разбавленный водой. Как так получается? В чем же тогда плюсы? Добрый вечер, уважаемые телезрители. По деятельности детского молочного комбината, получается, он у нас на самом деле полностью автоматизированный, имеет скважину, свой энергоцентр, системы очистки, ультрапастеризации, пастеризации. В чем преимущество детского молочного комбината, почему он должен был быть здесь? Потому что в 2008 году были молочные кухни у нас закрыты, дети от одного года перестали получать молочные продукты в жидком виде, все начали активно переводить на сухие молочные смеси. В связи с этим, чтобы вот эту ситуацию разбавить, было принято решение о создании молочного комбината. Это, можно сказать, единственное в республике технологическое производство, пищевое и технологическое производство. И мы единственные, кто имеем сертификаты поставки для детей от одного года до трех лет. Эти сертификаты у нас выдает Роспотребнадзор в городе Москва. У нас есть документы таможенного союза. Что такое детский молочный комбинат? Это у нас, во-первых, состоит из трех линий. Это кисломолочная линия, делает кефир с сроком годности 5 дней, творог с сроком годности 7 дней, линия пастеризации, то есть это пастеризованное молоко, и линия ультропастеризации. Ультропастеризованное молоко мы можем делать до 20 тонн в сутки. О наших перспективах сбыта. То есть комбинат он уже введен, комбинат работает, никаких финансовых проблем у комбината нет. У нас были, не секрет, что были проблемы с Российской хозбанком, в свое время предоставившим кредиты для создания данного комбината. Но эти проблемы путем заключения мирового соглашения были решены. Сегодня у нас перспектива комбината, она радужная. Мы в 2018 году поставляли свою продукцию во все районы республики, именно для категории детей от 1 года до 3 лет, по контракту с Минздравом. Сегодня мы говорим о том, что наш молочный комбинат готов выйти на розничный рынок. Розничный рынок, он нам симпатичнее, он нам, получается, для нас новинка. Благодаря государственным контрактам Минздрава потребители уже знают нашу продукцию. И вообще получается, что восстановление молока, оно как бы имеет свою специфику. Это не просто вода, то есть, допустим, не просто порошок. То есть мы порошок закупаем, сухой порошок, на данной, на текущей стадии мы покупаем в классе экстра, потому что, опять же, качество молока экстра. Например, именно производители сухого молока класса экстра и их очень ограниченное количество. При этом наш молочный комбинат, он может работать на нашем местном, на сыром молоке. То есть вы можете отказаться от порошка? Чисто теоретически мы можем отказаться. Почему говорю теоретически? Потому что, если мы можем делать до 20 тонн в сутки молока восстановленного, то, соответственно, нам нужен такой же объем сырья, именно в сыром виде. Поэтому именно создание молочного комбината, это перспектива для всех сельхозпроизводителей, это должен получиться гарантированный сбыт. Но при этом сам молочный комбинат, он устанавливает некоторые критерии, к которым должны все производители молока стремиться. То есть, чтобы сдать молоко нам, нужно соответствовать именно под стандарты детского питания. Тут необходимо добавить то, что на сегодняшний день в Российской Федерации очень мало заводов, которые производят именно школьное молоко. И в основном они сконцентрированы в центральной части Российской Федерации. В этой части, на Дальнем Востоке, у нас ДМК является одним из самых оснащенных и самых современных заводов. И в этой части есть определенные монополии со стороны центральной части России, которые поставляют сюда продукцию на весь Дальний Восток, и у них цены довольно-таки высокие. Вот, допустим, такой же продукт, как производит наш ДМК, такого же размера, такого же литража, Агуша, стоит 50, больше 50 рублей. А у нас ДМК, получается, стоит 20 рублей продукция детская. Ну, молока, которое упаковано в 200-граммовую упаковку. И в этой части, получается, мы, в принципе, по 44-му закону и в ценовой категории выигрываем. Вот, и на сегодняшний день... В 2,5 раза преимущество местного молока, и мы потребляем Агушу? Ну, у нас на сегодняшний день в большинстве этих бюджетных учреждений имеются свои контрактные службы, да, которые размещают технические задания и которые, в принципе, могли бы потреблять... Давайте лучше помолчим про контрактные службы, которые... Можно я вот здесь хочу добавить, что именно наш детский молочный комбинат – это инвестиционный проект на перспективу. То, что мы говорим, что сейчас на нашем рынке имеются Агуша, допустим, фрутоняне – это временный фактор. Главное, что сегодня молочный комбинат работает, главное, что у нас есть конкурентное преимущество по цене. Мы, когда в Минздрав заходили, многие сомневались тоже, смогут ли они поставлять по всем районам, но при этом мы цену снизили на 56%, то есть мы создали экономию. Если сегодня, допустим, бюджет Минздрава говорит о том, что он не может обеспечивать всех детей из малоимущих семей молочной продукцией, то мы путем снижения этой цены увеличиваем объем потребителей, и к этому мы должны идти. Молочный комбинат, он может конкурировать по цене, потому что он, во-первых, полностью автоматизирован и оборудован. И к такому же мы должны прийти и по другим видам продукции. Сегодня, допустим, у нас есть помимо молочных комбинатов, у нас есть овощехранилище. И мы пытаемся вот наши овощи, которые мы покупаем в Олегминском, Ханглазском районе, мы пытаемся внедрить в образовательные учреждения, в учреждения здравоохранения, потому что по цене мы не уступаем привозной продукции, по крайней мере, по стоимости картофеля, по стоимости капусты, моркови и свеклы. В пору говорить мне, я просто поражаю цифрам, которые Василий приводит. 21 рубль против 50? Товарищи дорогие. Тут хотелось бы добавить, что задание было дано о том, чтобы все министерства отработали в рамках программы «Школьное молоко». Нам, как министерству сельского хозяйства, было дано задание построить завод, который будет отвечать всем стандартам и наладить производство продукции, которая будет потребляться в школьных... Задачи выполнены. Да, мы со своей стороны задачу выполнили. Теперь мяч на стороне Министерства образования и Министерства здравоохранения, которые должны провести организационную работу и сделать так, чтобы у нас эта продукция, которую мы производим, мы ее можем производить в очень больших количествах. 20 тонн мы можем в сутки производить на этом заводе, чтобы эта продукция продавалась. И тогда бы мы могли сказать, что эта программа у нас полностью реализована. Да, я согласен с тем, что у нас программа «Школьное молоко» довольно-таки затратная. В связи с тем, что надо молоко потреблять каждый день в течение всего школьного периода, каждый школьник должен потреблять 200 мл молока в день. Вот в этой части 46 регионов, как вы уже отметили, они вошли в эту программу и на сегодняшний день работают и выделяют специальные деньги, средства из государственного бюджета для того, чтобы их школьники, дети потребляли это молоко. Я так думаю, что, наверное, это инвестиции в будущее, потому что вырастив здоровое поколение, более работоспособное, более умное, более здоровое, государство будет иметь дивиденды в качестве того, что в будущем будет тратить меньше деньги на то же здравоохранение. На те же больничные. На те же больничные, на те же эти, да? Согласен, абсолютно. Надежда Константиновна, давайте обратим взор на вас. У вас есть опыт, я пока не знаю оценку давать, положительные, нейтральные, отрицательные, но фактически принудительное употребление детьми вот этих пакетиков молока, да? Ну, фактически принудительное. Давайте вот поделитесь с нами. Ну, тема очень актуальная сегодняшняя. Школьное питание действительно необходимо уделить особое внимание, и при том с учетом региональных особенностей. Ну, значит, школы имеют, скажем, проблемы именно и перспективы по четырем направлениям. Первое – это должна быть государственная политика, действительная по стоимости, скажем, финансирования детей малоимущих и вообще школьников. У нас на данное время, ну, 54 рубля – это для детей малоимущих. Это, конечно, совсем не хватает. Это на весь рацион, да? Да, на весь рацион именно школьного питания 54 рубля. И на детей начальной школы – это 8 рублей 64 компейки. Но это дотация, и родители тут, ну, в школах доплачивают, скажем, да? Да, но здесь хотелось бы сказать, так как мы самостоятельное учреждение, да, автономное, поэтому у нас, собственно, столовая, как и, скажем, в других школах улусов, улусных школах, да? И поэтому мы как-то, ну, дофинансируем, скажем, из средств внебюджетных до 70 рублей. Но это недостаточно. Поэтому должна быть определенная государственная политика, как в других регионах, по увеличению финансирования именно, вот, особенно детей малоимущих и вообще всех школьников. Например, в Татарстане 100 рублей для всех школьников на образовательные учреждения выделяется государству. Второе, это, конечно, очень хорошо, что Ульяна Михайловна, Роспотребнадзор, да, вот, диетологи разработали, ну, меню. Действительно, с учетом пищевой ценности, калорийности и так далее, да, и с учетом оригинального компонента. Но это 20-дневное меню. Но это иногда остается на бумагах, потому что в рационе есть и двухразовое питание на 54 рубля или на 70 рублей. Это очень сложно, там, выбор, сделать продуктов, которые бы отвечали. Но самостоятельные школы выходят, ну, из положения, витаминизируют и так далее, да. Это, чтобы эта программа не оставалась, действительно, необходима государственная тоже политика. Третье, это действительно поставщики. Мы в прошлом году работали именно по проекту «Школьное молоко» в Тоймаде Агроснаб. И действительно, молоко было очень вкусное местное. И, ну, родители сначала в ценах, ну, мы были, скажем, возмущены, а потом согласовали. И действительно, это молоко было очень полезное для детей. И в этом году хотелось бы продолжить. Но здесь были перебои. И хотелось бы, чтобы местные поставщики, местные производители, ну, их увеличивалось. И особенно касаемо местной продукции, если мясно-молочной говорить, то есть мясной продукции и рыбной, то цены у них почти 2-3 раза больше, чем, ну, у других поставщиков региона. Надежда Константиновна, давайте опять же рекламой мы вынуждены прорваться. И сразу с вас же начнем об аспектах, практических аспектах внедрения программы «Школьное питание», основанную на местных компонентах. Реклама прямо сейчас. Мы продолжаем разговор о школьном питании. И просим прощения, но у нас просто перекос в сторону, скажем так, молока, из-за того, что это наиболее показательно, скажем так, 21 рубль местного молока и 50 рублей той же Агуши. Мы еще раз обращаем ваше внимание, у нас в гостях сегодня руководитель одного из образовательных учреждений, которое совместно с компанией «Турмада Агросна» в прошлом году экспериментально начала предлагать детям в обязательном порядке производство местного молочного комбината. Надежда Константиновна, давайте мы еще раз. Как родители отнеслись к нововведению? Я понимаю, что достаток у всех разный. Ну, конечно, разное было, но в конечном итоге, я смотрю по итогам, итог был, ну, хороший, в плане того, что дети начали пить молоко, и молоко было вкусное. И, конечно, хотелось бы и в этом году продолжить это направление. В принципе, инициатива была от родителей, чтобы продолжить, хотя бы мы начинали с начальной школы, чтобы в начальной школе дети, ну, выпивали молоко именно в достаточном количестве. Ну, конечно, здесь в учет того, что действительно некоторое молоко, ну, противопоказанное и так далее, мы там проводили определенный, ну, мониторинг, скажем, да. Но в целом это был положительный настрой, ну, именно от местного молока, именно в школах. И поэтому хотелось бы здесь-то, в принципе, родители готовы были, скажем. Спасибо за то, что поделились своим опытом. Андрей Константинович, мы еще раз говорим, мы же не только должны в сторону молока уходить, мы должны еще и другие аспекты. Как говорили товарищи представители вермахта в свое время, я и камлеки, да? То есть птицефабрика у нас в очереди. Ну, я думаю, созрело время вот утвердить или вот утвердить вот школьное питание по меню. Это инициатива в основном Леоне Михайловне, ему надо сказать, вот, большой, ну, перспективы. Ну, это пока еще меню не утверждено, поэтому это как-то надо ускорить. А вот якутская птицефабрика, мы вместе вот с Леоной Михайловной по созданию меню работали, вот, поэтому наша, это не наша, а вот яйца входит в меню, и вот мясо куры тоже входит. Ну, здесь, только, мое личное мнение, да, вот, есть боязнь, вот, предприятие, которое вот общепитом занимается, что местной продукцией, ну, в основном на сенообразование и от качества, да. Ну, а этот барьер надо как-то, как-то надо переодолеть и вот создать вот это меню, школьное меню, именно какие вот, ну, вот то, что Леона Михайловна сказала, местной продукцией надо внедрить вот в меню школьное питание, да. А вот якутская птицефабрика, мы готовы уже, хоть завтра поставлять яйца, мясо кур. Ну, здесь мы уже работаем государственными предприятиями, например, с прошлого года мы уже 50, ну, больше 50 детских садов поставляем яйца мытые, ну, такие мытые яйца только поставляем детским садам. И мы готовы сейчас, если это внедрится в меню, мы тоже такую же яйца будем поставлять. Андрей Константинович, в школах. Да, тут представители, что там. Да, я вот хочу добавить, да, дополнить Андрея Константиновича, что в прошлом году были внедрены 20-дневные меню города Якутска в дошкольные, да, и это зависит, например, поставка яиц, да. Яйца некоторые детские сады раньше не употребляли. Почему? Потому что у них не было условий для обработки этого яйца, которое требуется санитарными правилами, да, в целях профилактики сальмонеллеза. А в прошлом году мы вот, Роспотребнадзор предложили, а давайте якутская птицефабрика, мойте яйца и поставляйте мытые яйца в дошкольные учреждения. Тогда уже они будут употреблять наши натуральные мытые яйца. Дело в том, что срок хранения яиц уменьшается до 12 дней, да, по-моему. Если яйца хранятся там месяц, 30 дней, да, то тут до 12 дней срок употребления. Но они в течение 12 дней все эти яйца, в принципе, не имеют. Спрос есть, да. Спрос есть. Поэтому это очень... Но есть аспект того, что если, как Василий говорит, коровы нагулины на Чуропчинских холассах, они понятно, чем питались, да, но чем вы кормите своих производителей? У нас есть свой... Комбикорм же? Комбикорм, завод есть свой. Мы только сурве поставляем сюда и сами делаем меню для своих кур только. То же самое, что я и говорил, у них на каждую эту партию кур, на каждую посадку, они тоже разрабатывают корморацион отдельный. В этой части то, что у них есть своя кормокухня, очень большой плюс. Потому что условия содержания, опять-таки, кур здесь и в других местах, они совершенно разные. Поэтому потребность в этих микроэлементах, кур для того, чтобы у них была повышенная яйценоскость, чтобы яйцо было полезное тоже, соответствующий стандарт есть. Вот все, что мы сказали, на самом деле должно быть у нас узаконено, да, должно быть принято на заказательном уровне нормативно-правые акты для того, чтобы мы могли кормить своих детей, свое население качественными продуктами. В этой части в Министерстве сельского хозяйства разработан закон о качестве и безопасности пищевой продукции на территории Республики Саха-Якутия. Он на сегодняшний день проходит согласование во всех министерствах и ведомствах, с которыми должны мы иметь это согласование. И в этой части, я думаю, что мы в этом году постараемся этот закон принять. Плюс большой этого закона в том, что в рамках этого закона мы хотим разработать отдельные нормативно-правые акты по направлению национальной стандарты питания. То есть наша культура питания, наша традиционная кухня, она должна войти не только в меню ресторанов или кафе, да, она должна войти и в повседневный наш быт, должна войти в меню школьных и образовательных и медицинских учреждений. Чтобы наши люди, которые привыкли питаться той или иной продукцией, они также продолжали питаться и в этих учреждениях. Я тут не затрагиваю совершенно обоснованно тему аутсорсинга, поскольку я считаю, что достаточно много острых моментов было связано с тем, что аутсорсинг учреждений в здравоохранении, да, ну, повлек за собой некие эксцессы, да. Ну, что уж говорить, если аутсорсинг будет, он внедрен активно и в образовательных учреждениях тоже, ну, не хватало, скажем так, каких-то негативных факторов и там. Но факт остается фактом. Я к тому, что новостная лента выглядела в конце прошлого года, по крайней мере, в прошлом же году карточки школьного питания были внедрены, да, то есть мельком промелькнуло, мало кто заметил. На самом деле это очень большой, на самом деле, труд запрограммировать определенный программный продукт, который повседневно, ежедневно используют наши школьники для того, чтобы они, ну, по крайней мере, качество вот этого оказываемых услуг по данной карте было. Давайте, вот предприятие «Статус». Группа компании «Статус» Альбина Игоревна, мы занимаемся автоматизацией, вот как вы правильно сказали, автоматизацией системы питания. Мы IT-компания, мы программисты, мы считаем. Мы считаем то, что можно посчитать. Соответственно, вот нами разработано два проекта. Один проект по планированию питания, где уже доступна нами разработка меню, планового рекомендованного меню. И второй проект, который мы разработали совместно с Алмаз-Регенбанком, это мониторинг фактического питания, то, что происходит сейчас. Вообще проблема у нас, задача вот откуда возникла, еще давно, когда в городе Якутске внедрили аутсорсинг, сразу у нас как бы пошли какие-то данные о том, что упало качество питания. И так как мы вообще вот с Ульяной Михайловной работаем давно, мы решили действительно проверить, так ли это на самом-то деле, и действительно, каково сейчас состояние качества питания в городе Якутске. Проект личный кабинет 14, он дает возможность посчитать, точнее увидеть, сделать фактический мониторинг питания, то, что происходит здесь и сейчас. Проект уже внедрен примерно в 30 школах, это не только уже города Якутска, это и Хангласский район, и Мирненский район, Нюрбинский, Сунтарский, Верхневелуйский. И дает информацию, при том информацию дается не в принудительном порядке. Именно вот так, как должно быть действительно в хорошей информационной инновационной системе. Дается информация ежедневно, ежечасно, ежесекундно. То есть, как ребенок покушал, приложил карту, как только в систему поступила информация, что ребенок взял себе какой-то продукт, соответственно, в систему поступает информация, что вот это блюдо состоит из... Во-первых, стоит столько, во-вторых, у него такая-то пищевая ценность, в-третьих, у него такие-то технологические характеристики. У нас система анализирует полностью даже вплоть до глубокой технологической карты. И, соответственно, мы можем по ребенку получить информацию, по любому ребенку можем получить информацию о его питании. Во-первых, питании. Во-вторых, уже дальше, уже предпочтение. У нас есть дети, которые... А что предпочитают в плане того, что мы сегодня можем приложить по местной продукции, по национальному компоненту? Что предпочитают наши школьники? Или они полностью сидят на дошираках и полностью сидят на кока-коле? Ну, то, что предпочитают наши дети, мы прекрасно знаем. Да, они действительно сидят на дошираках, на кока-коле. Но этого нет в школе, слава богу. Да, к счастью. К счастью, да. Мы говорим о том, чтобы сейчас дети могли получать сбалансированное питание. То, что сейчас готовит школа, вот Надежда Константиновна очень прекрасно сказала, то, что сейчас готовится в школах на 54 рубля, это, конечно, недостаточно. Мы, вот буквально проработав уже с большими данными, начиная с 2018 года, по городу Якутску проанализировали, что в среднем, суточное, точнее, вот в среднем ребенок в школе получает на 50% меньше пищевой ценности, чем в том рекомендованном примерном меню, которое действительно должно быть. Соответственно, мы имеем уже проблему, да, дети наши получают действительно меньше в школе, чем должны. Это касается, а, это касается и калорийности, белков, углеводов, а жиров, кстати, чуть больше, чем нужно было. И у меня вот вопрос в связи с этим. Ну, на самом деле, не секрет, что практически во всех городских школах у нас имеется, кроме стандартных столовых, где питаются дети, да, еще магазинчики, где продают буфеты, да, всякие. Вот там мониторинг не ведется с вами. Там пока мониторинг не ведется, потому что мы заключаем договор с образовательной организацией и с организатором питания. Вы имеете в виду вининговый аппарат? Нет, имею в виду буфеты, которые отдельно еще... Да, если буфет организуется организатором питания, то, конечно, да, все это туда входит. Ну, может быть, они не всегда являются организаторами питания, да? Они практически всегда являются организаторами питания, потому что они в том же школе, в буфете, В столовой, да, ассортиментный перечень в соответствии с правилами он у нас согласовывается, там не должны быть запрещенные продукты, это вот газированные напитки, чипсы, батончики шоколадные и так далее. Утверждение о том, что школьники повально сидят на газированных напитках и на дошираке предпочтительно корейского производства, рамен и прочее, это является недостоверным. Мы сразу после рекламы продолжим и поговорим наконец-то о мероприятиях форума, которые буквально вчера начались. Реклама, прямо сейчас. Достаточно значимую часть нашего эфирного времени, вернее вне эфирного времени, занимает обсуждение во время именно рекламных паузов. И у нас уточнение, вот эти 54 рубля это... Да, уточнение, я немножко неправильно сказала, мы анализировали на 100 рублей. На 100 рублей? А на 100 рублей у нас получается, что 50% пищевой ценности. Ага, а по факту у нас получается 50... 54 рубля. А по факту вообще не половина. Нет, товарищи, скажите мне, а сколько приличному ребёнку нужно, скажем, питание в рублях для того, чтобы у него реже ломались кости, он реже болел простудными заболеваниями и так далее. Оптимальная какая вот, в рублях? 200 рублей. Примерно 200 рублей? Примерно 200 рублей, но, конечно, оптимально, всё равно мы знаем финансовые недостатки, скажем, у нас вообще, в республике и вообще по России, то 100 рублей стабильно для всех школьников, это было бы более достаточным, скажем, моментом для того, чтобы реализовать... Более-менее наладить школьное питание? А если мы хотим внести в рацион местные продукции, то должно быть 200 рублей? Ну, в принципе, для этого основанием есть вот эти вышедшие меню, единые, и там чётко сделать экономические выкладки, тогда и получится. Давайте мы подключим ещё одного нашего участника, который до текущего момента почти 50 минут промолчал, да? Сосновый бор. Не в первый раз у вас проводится вот этот форум здорового питания. Вот давайте ваши выкладки, ваше видение. Добрый вечер. Да, действительно, мы... Уже у нас идёт четвёртый форум, сохраним своё здоровье. Вообще, наше учреждение, Центр Сосновый бор, мы работаем 2012 года. И сразу мы подписали соглашение научно-исследовательским институтам, да, потому что было научное сопровождение. И очень хорошо мы работаем с Ульяной Михайловной, да, Павлом Петровичем тоже самое, да, это очень важный вопрос мы сегодня разбираем, потому что 80% здоровья детей зависит от сбалансированного питания, да. И потом, чтобы повысить квалификацию работников пищеблока образовательных организаций, мы начали организовать форум «Сохраним своё здоровье». В 2013 году при поддержке Министерства образования Республики Саха-Якутия, да, Ульяна Михайловна и Яна Николаевна вместе вот являются инициаторами этого форума, да. И первый год очень хороший вопрос был, да, именно алиментарные зависимые заболевания разбирали, да. И вот последний год мы провели мониторинг здоровья детей, и действительно наши дети, вот в нашей Республике показатели анемии превышают показатели Российской Федерации на 17%. Эндокринные заболевания, то есть избыток веса, да, 30%. После этого, естественно, вышли нормативные документы, да, распоряжение правительства Республики о организации отдыха, оздоровления детей, там конкретно указывается, да. И второй форум тоже, третий форум, все очень интересные были форумы. И четвертый сейчас у нас, читает Ульяна Михайловна, пригласила очень таких ведущих специалистов-диатологов Министерства исследовательского центра Российской Федерации, да, мы что хотим сказать, да, молочный продукт обязателен, потому что в анамнезе детей очень много переломов, очень много анемий, и в этом году мы должны, несмотря на стоимость, да, молока, должны заключить договор на днях буквально, да, и еще местные продукты мы обязаны включить, да, и мы, действительно, наши дети употребляют местную продукцию. Нет, вот тут нюанс возникает, да, форум проводится в четвертый раз, Ульяна. Да. Но какие-то практические результаты мы от проведенных уже мероприятий, мы имеем или нет? Или это только... Все мы знаем, что научная общественность очень хорошо умеет выступать, обосновывать в ней и так далее. Но для практического применения вот эти выкладки и так далее, они применяются в конце концов? Завод построили. Дмитрий Алексеевич, мы к данному форуму присоединились в 2017 году. В 2017 году как раз мы начали рассматривать проект «Школьное молоко», подготовили соответствующий проект распоряжения правительства. И на основании вот этих мероприятий, точнее решений, которые взял форум, мы уже ведем апробацию. Мы апробацию в прошлом году проводили на базе якутской сахагимназии, получается, взяли результаты. И сейчас мы идем и эту идею продвигаем дальше. Потому что, опять же, это все делается на перспективу. Тут не так, что решение принято, решение завтра реализовано. То есть мы должны постепенно и постоянно довести до сознания наших сограждан о том, что именно эта программа нужна. Потому что у некоторых есть ошибочное мнение, что, во-первых, молоко вредно. То есть мы должны... От него, пардон, геррии, да? Да, отказаться должны. Потому что у многих говорят, что, допустим, детям противопоказано молоко. Но таких детей очень мало в общем составе. И все это мы должны преодолеть. Потому что даже вот... Вы в самом начале же правильно говорите, что именно программа «Школьное молоко» реализуется во многих странах. И у каждой стороны у них есть свои проблемы. В части вот анатомии, в части здоровья. Допустим, в Китае она была... Данная программа преподносится как на 20 см выше. То есть их детей мотивирует тем, что дети пьют молоко и становятся на 20 см как минимум выше. И у нас вот, допустим, молоко, оно может быть витаминизированным. Мы можем давать фосфор, допустим, вот такую работу тоже ведем. Потому что, опять же, ломкость костей, опять же, проблемы с зубами. Это как бы фосфорное молоко должно быть, да? Точнее, молоко с фосфором. Потом то, что у нас, допустим, в республике солнце очень ярко светит. И вот это, оно приводит к заболеваниям, к глазным заболеваниям. То есть, и вот это все мы можем через молоко, все полезные вещества мы можем дополнять, исходя из нашего региональных особенностей. Я еще раз хочу уйти немножко от перевеса в сторону молока, да? У нас, кроме местных компонентов, есть еще непоколебимые, то яблоки-то у нас не растут. Вот, учитывая все аспекты, в том числе и на прошедшей неделе тоже совершившиеся, да? Вот как решать вопросы с недостатком витаминов, которые содержатся в фруктах и овощах? Ну, это естественный компонент, вот, включение фруктов и овощей в меню, в рационы, да? Они у нас есть, то же самое. Но, тем не менее, вот в силу... Это компонент, который занимается поставкой яблок. Ладно, есть капуста и картофель. Тут можно я добавлю, да? Да, в силу вот этих, то, что они привозные, и там витаминов и минералов мало, вот с этой точки зрения, да, мы очень хорошо включаем туда вот эти продукты из нашей дикорастущей, вот, ну, дикорастущей ягод, ягод, да, замещаем. В виде напитков, в виде, например, обогащенных продуктов, любые продукты можно их обогащать. Да, обогащать хлеб, печенье, там, да, 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 например, если нету яблок, например, овощей, их можно заменить, да, их можно заменить фруктовым, например, другими натуральными соками. Или, например, свежемороженные ягоды, да, вместо фруктов, овощей. Я добавлю, да, нами сейчас разрабатываются проекты, то есть у нас есть опыт уже производства, допустим, ну, не к этому будет сказано, да, у нас есть Байловский завод спиртовой, который делает спирт для нужд нашей республики, да, вот, почему такую сию мы не можем сделать, допустим, по овощам или по фруктам? То есть в Краснодарском крае, в Адыгее, да, чтобы наше предприятие высаживало ягоды для нужд нашей республики, яблоки для нужд нашей республики. Это же, это же, получается, будет гораздо дешевле, чем завозить сюда, и, допустим, у нас зимой яблоки стоят, там, ну, минимум 200 рублей, да, китайские яблоки 160 рублей. Мы сейчас считаем экономической выкладкой, у нас, получается, если мы яблоки будем садить в Краснодарском крае, они у нас с заставкой до города Якутска, с условием того, что мы будем полгода хранить их там, на месте, да, где есть технологии, где тепло, где условия есть, и будем возить сюда ежемесячно, они у нас здесь с заставкой будут стоить около 100 рублей, то есть примерно раза в два дешевле будет, чем этот. Это, на самом деле, очень хорошие бизнес-проекты, мы сейчас делаем модельные проекты совместно с Агентством по привлечению инвестиций, и хотим, чтобы эти проекты у нас были как инвестиционно привлекательные, для предпринимателей презентовать, чтобы кто-то у нас, возможно, или госкорпорация будет, да, возможно, или частные предприниматели будут, занимались этим делом, делали на этом бизнес, при этом мы имели качественные продукты, не, это, да, без пестицидов, без этих, качественные продукты для нужной нашей республики. То есть мы могли бы использовать те приоритетные климатические условия, которые имеются в тех регионах, для того, чтобы производить там продукцию для нужной нашей республики. Ну и элементарно, просто деньги останутся на республиканских предприятиях, это очень такой мощный экономический аспект. У нас, к сожалению, время заканчивается, давайте мы, я прошу прощения, подытожу, да, свое видение вопроса хочу облачить некую такую заключительную форму. У нас есть настоятельно рекомендованная стоимость школьных завтраков, обедов, это примерно минимум 100 рублей, это как минимум, и с привлечением продукции местных производителей, это порядка 200 рублей, но поскольку, еще раз говорю, все, что свежее, все, что меньше подвержено каким-то технологическим процессам и так далее, оно стоит чуть-чуть дороже, естественно, да, это 200 рублей, учет с использованием тех же яиц мытых, тех же, того же молока, натурального, да, а очень хорошо, это 500 рублей. У нас есть производители, у нас есть выкладки научной общественности, есть практически пожелания образовательных учреждений. Давайте мы очень ударно и результативно проведем вот оставшееся время этот форум здорового питания, потому что все-таки дети это наше будущее, и для их здоровья, для их блага, я думаю, что ничего считать вот на таком уровне, 54 это меньше чем 100, не стоит, увидимся.